Всем привет! Сегодня у нас суббота, сегодня у нас я не пьяни, Иванов день. Оператор вылечил русские слова. Да, и у нас, как принято на Иванов день, идёт дождь. Единственным исключением был прошлый год, мы ездили в Пиарну, помнишь, было суперски. Так, и мы сегодня привезли Леру в её лагерь, он находится в 24 километрах от Виллинде. Местечко называется Лахмуса. Да, это мы за Лахмусы. Сейчас мы её отдадим и вам всё покажем. Вот здесь дети свалили все свои вещи, это похоже на какую-то бывшую конюшню, а вот там идёт перекличка. Видите, как там активно всё. Мы успели вот только-только к перекличке. Да, вот такая здесь площадочка есть для детей. Прикольная. Вот здание самой мызы Лахмуса. Значит, в здании этой мызы сейчас находится Лахмусская спецшкола для детей с особыми потребностями. Но на лето они освобождают это помещение, все вот эти, и сдают это лагерю детскому. Вот так вот. Так что здесь всё обустроено для детей. Это такой мини-городок. Здесь корпусы для их проживания. Есть процедура. Да, вот этот раз, два прямо. Да. И три мы сейчас зайдём посмотрим, да. Там зал. Покажем вам, какой здесь классный спортивный зал. Смотрите, какой огромный. Вот. Это всего лишь нужно. Вот такой у детей будет спортзал у наших. Хотели ещё рассказать. Этот лагерь называется Оля Лукоя. Или фирма называется. Ну, в общем, одноимённый. Вот. Как вы видели, здесь всё довольно хорошо обустроено. И я его выбрала именно потому, что посмотрела картинки в интернете. Очень красивые были комнаты. То есть было с чем сравнить у нас. У них были такие деревянные кровати, шкафы, там, столики. Очень уютно было всё такое деревенское, деревянное. Я ещё поговорил с руководителями лагеря. Сказали, что у каждой группы свой фойе в корпусах. Да, они писали. Будет удобно. Ну, посмотрим. Лера уже убежала, потому что мы только-только успели к их построению. Только точь-точь. Прям вот приехали и сразу побежала. Уже было построение. Да, и сразу её фамилию называли. Ну, да. Так что, все подробности мы, скорее всего, узнаем только от неё. Она здесь на 6 дней. Что? Когда она вернётся, всё расскажет. Да, всё расскажет, да. А сегодня им не повезло, идёт дождь. Ну, а может, наоборот, повезло. Они пока освоятся в корпусах. Да и я думаю, что это ненадолго. Ну, а мы сейчас поедем дальше. У нас сегодня тоже есть небольшая программа. Целый тур. О которой мы потом расскажем. Так что оставайтесь с нами. Едем дальше. Едем дальше. Ехали мы 3 часа сюда. Видите, у меня даже тут подушки с собой. Я успела даже схрапнуть. И Ариша тоже со мной поспала. 3 часа, да, мы сюда ехали. Мы в 8 часов выехали, а встали, соответственно, в 7. Так что... Сегодня мы ранние пташки. Мы приехали в Виллианде. И в Виллианде сейчас солнце. Так что мы успеем прогуляться где-нибудь тут. Мы припарковали машину около вот такого красивого детского сада. Смотрите. Какой детский сад классный в Виллианде. И большой такой. Здание современное. А внутри видно тоже все деревянное. Я там через окна смотрю. Вот это кафе на TripAdvisor было очень популярно. Попробуем сейчас зайти. Вот этот зелененький домик. А вообще здесь очень много красивых зданий. Вот такой здесь вход главный в это кафе. Смотрите, как классно. Кафе-магазин Рохелина Майя на русский язык переводится как «зеленый дом». В кафе каждый день предлагают новую аппетитную выпечку из натуральных продуктов. Можно позавтракать, пообедать или купить продукты органического сельского хозяйства. Очень хороший кофе. При заказе у нас даже спросили, какой обжарки мы хотим. В кафе очень красивый домашний интерьер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима решил во всех кафешках пробовать Наполеон. Вот это Наполеон. Не сомневайся даже. А еще здесь такой вкусный хлеб. А мы, цариша, везде пробуем хлеб. Пока здесь хорошая погода, погуляем вместе с вами по Виленде. Что-нибудь успеем вам показать. Виленде восхитительный городок Южной Эстонии. Здесь проходит множество тематических фестивалей. А это здание старой аптеки, в которой сейчас находится музей Виленде, где можно познакомиться с историей города. Центр Кондеса. Это художественный центр, занимающийся в основном наивизмом и аутсайдерским искусством. Центр посвящен известному эстонскому наивисту Паулю Кондесу. Его самое известное полотно – поедатели клубники. И теперь большие бетонные ягоды встречаются на улицах Виленде. Это очень красиво и придает городу оригинальность. Дима чувствует себя в Виленде, как дома. Угощается вовсю знаменитой клубничкой. Видите? Здесь прямо на окнах вот так растет. Правда, еще зелененькая. Ну, зелененькую ты не рви, не жадничай. Я Диме говорю, думала купить клубнички где-нибудь по пути. Он говорит, зачем вот можно и так тут набрать. Ну, немного, конечно. И потом опять скажет, а, это те самые, которые клубнику в Виленде воровали. Ну, не воровали. Это храм Иоанна Предтечи. На башне храма каждый день раздается колокольный звон. И эта музыка стала любимым развлечением для жителей и гостей города. Иоанна Предтечи. Это висячий мост. Один из самых важных символов города. Длина его 50 метров. Он качается. Известен Вилленде развалинами Орденской крепости. Иоанн, Катюр. Иоанна Предтечи. Иоанна. Спасибо. Boy, медали. Иоанна. Иоанна. Ты же, я. Иоанна. Орденка. На воде. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Городок маленький, но опять же очень красивые здания, как в Хабсула были. Только здесь они такие городские. Очень большой парк вокруг замка. Здесь очень красиво. И через каждый ров проходит мостик. Прям их так много, этих мостиков. А дальше мы поедем в Пярну. Снова в дорогу. Сегодня у нас по прогнозу по всей Эстонии дождь. Хотя в Вилледи, видимо, исключение какое-то. То у нас была такая программа остановиться в отеле. И сходить в бассейн, баню. Как принято, кстати, на Яне Пьяне у всех ходить в баню. Так что у нас сегодня такой релакс-отдых в планах. Спа-отдых. Да, спа. И мы едем в гостиницу Трэнд. Транд. Вот так. Так что смотрите дальше. Будет опять рум-тур. Продолжение следует.